Сарафанное радио еще не работает. Спустя несколько часов после закрытия удивленные покупатели пытаются сильнее дернуть ручку двери. Причиной закрытия Гулливера стала проверка прокуратуры центрального района. Она выявила, что в 17-этажном здании не срабатывает пожарная сигнализация, нет системы оповещения. Фитнес-клуб, который располагается на четвертом этаже, вообще не предусмотрен проектной документацией. В здании размещены продуктовый магазин, гипермаркет электроники, фитнес-клуб, салоны красоты, всего более 25 тысяч квадратных метров, торговые и развлекательные зоны. Сегодня работа одного из крупнейших ТРЦ в Барнауле оказалась парализована. Ну это тогда, это серьезно. Это серьезно. Ну и, конечно, для устранения нужно было дать, а вдруг в этот момент что-то случится. Тут палка о двух концах, как говорится. Вообще, да, есть альтернатива. То есть закрытие даже временное для вас оно не было? Нет, нет, я смогу это пережить. Некоторые владельцы торговых точек только ночью узнали о том, что утром магазин закроют. Времени на то, чтобы вывезти имущество и документы, руководство им практически не оставило. Вход в гулевер судебные приставы центрального района опечатали в 7 утра. Однако, еще в обеденное время арендаторы выносили вещи. Эксплуатация нежилых помещений, расположенных по адресу город Барнаул, проспект Красноармейский, 51А, приостановлена до принятия судом соответствующего решения. Нарушения также были выявлены в барнаульских магазинах Первомайский район. Последний уже прекратил работу. Такая же участь постигла Бийский ТРЦ «Воскресенье». После устранения нарушения сегодня он вновь распахнул двери. Когда откроется гулевер, станет известно только после решения суда. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.